Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Рекордная по времени и по числу журналистов. Главные тезисы Большой пресс-конференции губернатора. Пропал без вести в 43-м году и нашел покой только сейчас. На рубежном кладбище похоронили останки солдата Кузьмы Суева. В горячую избу вошли. Пожарные добровольцы соревновались в профмастерстве. Раскрасили яркими красками серые тюремные будни. Сотрудники двух колоний высадили картензии. Нерыбное место. В Красногринском районе нелегальным торговцам контролеры подпортили бизнес. Сегодня исполняется пять лет, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин. 12 мая 2012 года состоялась церемония его инаугурации в должности губернатора. Накануне глава региона провел большую пресс-конференцию по результатам пятилетней работы. Открыто 64 новых производства, построено более 300 спортивных сооружений. Рекордные показатели в дорожном строительстве и сельском хозяйстве. Глава региона рассказал, как идет подготовка к чемпионату мира по футболу и прокомментировал публикации о своей отставке. Олег Зверев выслушал вопросы и ответы. Еще пять лет назад в Самарской области было всего два ледовых дворца и те морально устаревшие. Сегодня открыто уже 14 современных ледовых площадок. А в перспективе спортивные сооружения должны быть построены в шаговой доступности для каждого жителя губернии. Это лишь один из показателей, который характеризует нынешние тренды развития региона. О том, что удалось сделать за пять лет в должности губернатора, Николай Меркушкин рассказал на большой пресс-конференции. Наиболее важный результат – область из отстающих вышла в лидеры по самым разным направлениям. Вот один из них – строительство жилья. Сегодня регион ставит в пример на самом высоком уровне. Причем за счет увеличения объемов и снижения цен жители сэкономили на покупках квартир 50 миллиардов рублей. Если брать первый квартал текущего года, ПФО дает ПФО, и страна дает наличных строительств и минус. Мы даем по первому кварталу 120% роста объема наличных строительств. И мы ту планку, которую взяли, мы ее будем держать. На пресс-конференции прозвучало более 40 вопросов. В числе участников – все СМИ, работающие в регионе. Особое почтение оппозиционным газетам, сайтам и радиостанциям. Слухи об отставке сильно преувеличены. Глава региона отметил, что источники этих сообщений известны, но те, кто заинтересованы в дестабилизации, просчитались. Да, я знаю этих людей. Знаю этих людей. Кто это организовывает, кто это исполняет, кто какие роли во всей этой, скажем, цепочке выполняет. Да и причины во многом неизвестны. Те люди, которые этим занимались, и в том числе те, которые писали об этом, и те, которые политический капитал пытались как-то наработать на этом, они в очередной раз себя опустят. Еще один вопрос из стана оппозиции. Раньше Самарская область занимала первые места в рейтинговых публикациях авторитетных мировых агентств. А сегодня регион уступил первые строчки. В чем причина? Ответ. Раньше на заказные статьи тратили больше миллиарда бюджетных рублей в год. Сейчас на всю поддержку СМИ в четверо меньше. Причем в объективных рейтингах Самара по-прежнему в лидерах. Регион высоко оценивают инвесторы. За пять лет создано более 60 новых производств. Регион получает хорошую поддержку и из федерального центра. Причем одно из главных направлений – подготовка инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Из 31 миллиарда рублей, выделенных городам-участникам на строительство дорог, 14 миллиардов получит Самара. Изменения произошли очень серьезные. И более того, мы и дальше будем очень жестко требовать качества. И качество, которое позволяло бы не только комфортно ездить по дорогам, но и они должны эти дороги служить долго очень. Удалось многое сделать и в структуре самой власти. Сегодня каждый житель Самары может в буквальном смысле влиять на самые важные областные решения через общественные советы. Их число будет увеличено. А перспективы своей работы глава региона охарактеризовал словами. Меня в Самарской области направил президент. Он поставил задачу оздоровить регион. И я эту задачу выполняю. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Долгие поиски окончены. Родственники пропавшего без вести солдата нашли его останки через 74 года. В 43-м году дивизию, в которой служил Кузьма Суев, перебросили в Новгородскую область. С тех пор о нем ничего не было слышно. Семья искала его все эти годы. И когда надежда была потеряна, поиски увенчались успехом. На торжественной церемонии захоронения побывала Марина Матвейшина. Возвращение на родину через 74 года. В Самаре со всеми воинскими почестями хоронят погибшего на Великой Отечественной войне солдата Кузьму Суева. Останки которого обнаружили в ходе поисковых работ. В 42-м году Кузьму Нефедовича призвали в армию. В Подмосковье тогда формировались две десантные дивизии. В январе 43-го их перебросили в город Старую Руссу. А уже в марте он пропал без вести. Супруга до самой смерти искала и надеялась. Вдруг он где-то живой. И вот в августе прошлого года с родными погибшего через соцсети связались участники поискового отряда «Фронт». Теперь, по крайней мере, понятно картины, как он погиб. Видимо, они везли боеприпасы какие-то на грузовике и попал снаряд. Была оборонка, его засыпало там, поэтому никто не могли найти. На удивление, очень хорошо сохранилась капсула, так называемая смертная, которая была у каждого солдата. И там была записка, где было написано, то есть все данные. Поисковый отряд ведет свою работу в Ленинградской и Новгородской областях. За это время на местах боев участники обнаружили останки около двух с половиной тысяч бойцов и командиров Красной Армии. У 218 из них установлены имена, у 70 найдены родственники. Люди, которые занимаются вопросами обнаружения и находят наших погибших солдат, которые погибли в те в далекие времена, больше 70 лет уже это прошло, это уже и радость, и радость родственников. Потому что они не могли даже знать, где он находится, и поэтому вся жизнь их заключалась в том, что они ищут. Останки погибшего солдата хоронят на кладбище Рубежное, где покоятся супруга и два сына Кузьмы Суева. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. Потушить огонь за считанные минуты. Добровольные пожарные дружины и команды со всего региона соревновались в профмастерстве. Отряды для борьбы с огнем создают из числа неравнодушных жителей там, куда в случае возгорания не смогут вовремя подоспеть основные силы пожарных. В прошлом году добровольцы выезжали на ЧП почти 400 раз. О смельчаках из народа репортаж Алины Чемерес. Надеть спецодежду, развернуть пожарный рукав, приступить к тушению. На соревнованиях очаг возгорания условный. Но здесь, как и на реальном пожаре, важна каждая секунда. Фаиль Зарипов уже пять лет добровольно тушит пожары в одном из сел Камышлинского района. Говорит, там много полей, потому горит чаще всего трава. Сегодня делится погода, усложняет пожарным задачу. В реальных условиях огонь пришлось бы тушить несколько часов. Такой ветер, надо было бы побегать много, потому что трава густая, везде все почти ничего не пашется, везде все проросло, бурьян везде. Поэтому очень трудно, очень даже. Иногда ветер дует в другую сторону, хоп, обратно и на себя пошел. Сегодня в профмастерстве соревнуются в общей сложности около 30 добровольных пожарных команд и дружин. Разница в том, что у первых есть спецмашина, на которой они подвозят воду, вторым, чтобы потушить огонь, нужен водоем. На турнире вместо него специальная емкость. Судьи оценивают скорость, мастерство и слаженную работу участников. Успех команды на соревнованиях определяет не только быстрота, но и меткость. Бить струей нужно точно по мишени, чтобы наполнить цистерну, от которой срабатывает датчик. В реальных условиях борьбу с огнем тоже нужно вести прицельно, чтобы быстрее потушить пожар и выиграть время. Отряды добровольцев формируют в деревнях и поселках, куда не могут быстро добраться основные силы пожарных. Принимают и обучают всех, кому есть 18. Заступив на службу, быть на связи предстоит круглые сутки дежурить прямо из дома. В прошлом году в регионе добровольцы своими силами потушили около 400 пожаров. Это почти пятая часть от общего числа ЧП. Добровольные пожарные это практически во многих сельских поселениях, это те люди, которые первыми приходят на помощь, подают так называемый ствол первой помощи. Ну и соответственно от их слаженной профессиональной и своевременной работы зависит, примет ли пожар угрожающие размеры, будет ли его дальнейшее распространение. На соревнованиях среди пожарных команд и дружин лучшими стали добровольцы из сел Подгорное и Елховка. Победителям и призерам вручили ценные подарки. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Нелегальных торговцев ловили сегодня в Красноглинском районе Самары. Такие рейды в городе проходят регулярно. После каждой проверки сотрудники департамента потребительского рынка закрывают десятки нелегальных точек. Словно грибы после дождя мгновенно появляются новые. Как боролись с нерадивыми продавцами сегодня, расскажет Олеся Корецкая. Улица Нагина в поселке Управленческий. Место рыбное во всех смыслах. Рядом продуктовый рынок, мимо проходит много покупателей. И лоток срывы у дороги пользуется спросом. Вот только разрешения на торговлю у продавца нет. Рядом с продуктами мусор и грязь. О том, что на торговлю нужно специальное разрешение, продавец не знает. Говорит, всеми вопросами занимается начальник. Мы никогда не обращались, мы всегда так работаем. То есть на всех рынках встаем за место, платим и работаем. Я первый раз на такое нарвалась. На любых рынках приезжаем, администрация походит и платит. А я же не знала, что здесь что-то так. Я думала, подойдут, так же заплатим и все. Я же не знала, теперь буду знать. Протокол, штраф до 4,5 тысяч рублей и стихийная торговля сворачивается. На втором квартале поселка Мехзавод проверяют лотки с молочными продуктами и домашними заготовками. Все наше, да. Сами делаем, сами доем, сами обрабатываем, творог делаем, масло, сметану, все. Ну и чтобы торговать, вы получили разрешение? Да, торговать, чтобы получили разрешение. Вы не ругаете сами нормальную культурную вежливость? Пошлите кто-нибудь, пошлите со мной. Что это? Давайте, давайте. На проверку уличных лотков сотрудники администрации и потребительского рынка выезжают постоянно. Каждый раз составляются десятки протоколов об административном нарушении. Результаты есть. В этом году незаконных точек на улицах стало меньше. Инициатива и наша, и депутатская увеличится за эти штрафы, чтобы как можно меньше этих злачных мест было. Потому что от этих злачных мест и бардак, и мусор. Бывают и агрессивные торговцы, бывают добрые. Ну, как вы, наверное, уже убедились, у нас бывают и жители, которые говорят, да, уберите. Здесь нам неудобно, что торгуют. А бывают жители, которые говорят, что вы гоняете, нам удобно, у нас вот вышли и здесь. Поэтому, как бы, что торговцы, что жители у нас делятся на те, кто за и те, кто против. Чтобы торговля устроила всех продавцам, нужно получить разрешение в МП ярмарки «Самары» в специально отведенных местах. А жителям активно сотрудничать с районной администрацией. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Посадили. Сток кустов гортензии появились возле двух колоний Самары. Через пару лет они зацветут пышным цветом и будут украшать исправительные учреждения. К посадке присоединилась ей Марианна Мирная. Гортензия – цветок красивый, неприхотливый и очень популярный. В Европу ее привезла французская экспедиция. По одной из версий, гортензия происходит от имени прекрасной принцессы. По другой – так звали возлюбленную французского врача и натуралиста. Есть и более прозаичная версия – то, что гортензия с латинского переводится как «из сада», так как кустарник был найден именно в саду губернатора острова Маврикий. Сто кустов гортензии высадили сотрудники УФСИНа и общественники возле двух колоний – пятой и женской – пятнадцатой. А вот за решеткой за садами ухаживают сами осужденные. Кроме цветов и деревьев есть плантации овощей и клубники. Осужденные с энтузиазмом приняли эту акцию. И они сами ухаживают за этими деревьями, ухаживают за клубникой и, естественно, будут ухаживать за этими цветами. Им нравится, когда цветы растут, когда яблони цветут. Озеленение Самары – это не только парки, скверы и проспекты. Здесь, в Куйбышевском районе, рядом с колониями проживают люди. И важно создавать комфортную городскую среду даже в отдаленных уголках. Важно, на мой взгляд, действительно работать не только организационно, придумывать какие-то идеи, проекты, которые тоже мы с общественным советом ГУФСИНа, как я, как член общественного совета, делаем неоднократно. Но, в том числе, еще и не забывать, что тоже очень важно прикладывать руки самим к земле, чтобы не забывать, как происходят реальные вещи на земле. Акция в ГУФСИНе продолжится. В ближайшее время рядом с колониями появится еще 100 кустов гортензий. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самарской области в лобовом столкновении двух авто пострадали трое взрослых и ребенок. Авария произошла на 23-м километре дороги Алексеевка-Богдановка-подъем Михайловка в Нефтегорском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода Рапид», двигаясь в сторону Алексеевки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в него. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля, один из которых – ребенок. Все они были госпитализированы в Нефтегорскую центральную больницу. За два месяца весны клещи покусали более 700 самарцев. Каждый третий – ребенок. По информации Роспотребнадзора, это в два с половиной раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время против клещевого вирусного энцефалита были сделаны прививки более чем 5000 человек. Из 500 клещей, снятых с людей, в 91-м экземпляре обнаружили вирус энцефалита. В Самарской области синоптики обещают заморозки. Уже вечером в субботу, 13 мая, в большинстве районов региона пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах от 13 до 18 градусов тепла. Ночью похолодает до 1-6 градусов. В воскресенье, 14 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха останется на субботних отметках. В целом в регионе во второй половине мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже многолетних значений. Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус 3 градусов. Шесть домов проблемного долевого строительства планируют ввести в эксплуатацию в Самаре в ближайшие два месяца. Об этом заместитель руководителя департамента градостроительства доложила на оперативном совещании в мэрии. Чтобы в дальнейшем не допустить долгостроя, в департамент градостроительства вместе с областным министерством и государственной инспекцией строительного назора будут проводить совещание по координации контроля сроков возведения новых домов. А проблемы обманутых дольщиков прошлых десятилетий продолжат решать. На территории городского округа Самара числилось 23 таких объекта, в том числе 10 проблемных объектов, по которым вопрос не урегулирован, либо урегулирован частично. По всем этим объектам в соответствии с федеральным законодательством составлены планы графики по завершению строительства данных объектов и удовлетворению участников долевого строительства. Кроме того, обсуждали вопрос строительства крупных инфраструктурных объектов в городе. В начале года из вышестоящих бюджетов поступило почти 2 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут в том числе на капитальный ремонт лица авиационного профиля, стадиона «Нефтяник», реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе, ремонт заводского шоссе, северо-восточной магистрали, строительство дорог в микрорайоне «Волгарь». Между тем, Самарская область вошла в топ-40 регионов страны по динамике роста потребительских кредитов. Сколько в среднем миру самарцы на покупку товаров, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели цены на нефть стабилизировались. Баррель марки «Бренд» стоит 50 долларов 70 центов. Валюта немного подорожала. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 57 рублей 16 копеек, евро 62 рубля 9 копеек, золото стоит 2242 рубля, серебро 30 рублей 6 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 33 копейки, дороже всего продать за 56 рублей 88 копеек. Повседневные расходы россиян опустились до пятилетнего минимума. В апреле они оказались на 9% меньше, чем годом ранее. Чаще всего экономят на непродовольственных товарах. Цены на газ могут вырасти почти на 4% уже с 1 июля. С таким предложением вышла Федеральная антимонопольная служба. А Самарская область вошла в топ 40 регионов страны по динамике роста потребительских кредитов и заняла третье место, уступив только Пензенской и Белгородской областям. В среднем сумма займа составляет 150 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах! Более 900 миллионов рублей получит Самарская область из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды. Всего между 10 регионами страны на эти цели распределено более 5 миллиардов. Как будет реализовываться программа в Самаре и как принять с ней участие, расскажет наш корреспондент. Благоустроенные дворы, парки и скверы. Городская среда в Самаре станет еще комфортнее. Заявки от жителей уже принимаются. Чтобы попасть в программу, на общем собрании нужно решить, какие виды работ необходимо провести на конкретной территории и оперативно подать заявку в департамент городского хозяйства и экологии. Принцип заявочный. Кто быстрей, у тех будет детская площадка, кто быстрей, у тех будет освещенный двор, кто быстрей, у тех будет спортивная площадка. Поэтому здесь не нужно растягивать время, нужно собираться дворами, принимать решения. Здесь играет значение первостепенность подачи заявки. То есть сейчас очень важно узнать о критериях и о правилах подачи заявки. Всего на формирование комфортной среды в городах страны выделено больше 5 миллиардов рублей. Самарская область получит 927 миллионов. 2017 год – это только старт масштабного проекта. Программа рассчитана до 2022 года. И к концу этого времени в стране должны быть обновлены 100% дворов. Мы практически сейчас граждан вовлекаем в хозяйствование на дворовых территориях, в хозяйствование в своем городе. Мы до этого в большей степени говорили о формировании собственников в своих многоквартирных домах. Теперь вот это влияние на хозяйство переходит на территории дворовые и городские. Больше 300 миллионов рублей из общей суммы в Самарском регионе запланировано на благоустройство парков и скверов. Здесь также важна активная позиция жителей. Какие общественные пространства войдут в программу, будет известно после проведения областного отборочного конкурса. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. И снова в засаде. На дорогах вновь появились сотрудники Дорожно-патрульной службы с радарами в руках. Но вот приборы уже не те. Средства фиксации скорости прошли модернизацию, теперь полностью защищены от посторонних мешательств. Как действует беспристрастный электронный инспектор, узнала Марина Кравцова. Ручные радары вернулись на дороге. Мобильные средства измерения скорости не использовали с июля прошлого года. Теперь же на вооружении у сотрудников ДПС приборы модернизированные. Бинары имеют две камеры. Одна пишет общий план, вторая фиксирует госномер машины-нарушителя. Погрешность измерений 2-3 км в час, а дальность действия прибора до 300 метров. Как рассказывают инспекторы, с показаниями приборов водители не спорят. Наказательная база улучшилась. Которые раньше показывали, они показывали и скорость уходящего автомобиля, и приближающего автомобиля. Это, конечно, проще. В этом приборе устанавливаешь место поднесения службы, там, допустим, населенный пункт, улица, адрес. И уже намного все проще представить доказательства. Еще одно новшество модернизированного оборудования. Инспектор не может повлиять на показания радара. Стереть запись и удалить фото невозможно. В конце дежурства фотографии распечатывают и прикладывают к квитанциям со штрафом. Такой способ контроля актуален. Многие автолюбители научились обманывать стационарные камеры фиксации нарушений скоростного режима. Многие граждане нашей области прекрасно осведомлены, где установлены камеры фотофиксации нарушений. Снижая скорость в этих местах, они после проезда камер увеличивают скорость и также продолжают нарушение скоростного режима. В связи с этим мы вводим в эксплуатацию эти камеры. Нести службу с радарами сотрудники ДПС будут на самых аварийных участках дорог. В трассах М5, Самара-Бугуруслан, Самара-Волгоград. Всего в работе уже больше 20 таких приборов. Кроме того, больше на дорогах станет и камер, которые фиксируют заезд на стоп-линию. Сейчас их 39, а к концу года будет уже 73. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Футбольный ретро-матч прошел на стадионе «Локомотив». Игра, посвященная историческому поединку 1942 года между командами «Железной дороги» и «Авиационной промышленности». С каким результатом закончились матчи тогда и сегодня, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В руках ветерана Великой Отечественной войны Виктора Павловича Кадамцева точная копия того самого футбольного мяча, каким играли во время войны. Раритетный спортивный снаряд, который 3 мая 1942 года забивали в сетку ворот на стадионе «Локомотив», теперь хранится дома у ветерана. Тогда на футбольное поле вышли новые городские команды, сборные железнодорожников и авиапрома. «Мяч у меня лежит с 40-го года, а в Альмит я пошел в 43-м. И так что у меня его дома сохранили». Спустя 70 лет о легендарном матче в Самаре вспомнили и реконструировали по духу. Турнир «Футбол запасной столицы» сегодня – это масштабный спортивный праздник. Первенство по мини-футболу, где за призы играют десятки команд, и кульминация – ретро-матч. «В 42-м году, после первой очень суровой военной зимы, город решил доказать, что он живой, что он дееспособный, что у него много сил и энергии. И был проведен спортивный праздник. Вот в рамках этого праздника родилась команда «Крылья Советов». То есть сыграла команда «Локомотив» с командой сборной авиационных предприятий. И вот так родилась наша команда «Крылья Советов». Как и 70 лет назад, на «Локомотиве» две команды – сборная авиапрома против железнодорожников. Футболисты не первый год участвуют в первенствах Самары губернии. Когда три года назад появился новый проект «Футбол запасной столицы», перед физкультурниками не стоял вопрос – играть или не играть. «Сегодня дань уважения ветеранам, которые отдали свои жизни на войне. Благодарность». В мае 42-го со счетом 5-3 победили железнодорожники. Новому поколению футболистов тоже везет. Из трех матчей два выиграли они. В первом поединке «Локомотив» был неудержим – 4-0. На этот раз кубок тоже достался им при счете уже 4-2. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова